Так, всем привет! Я сейчас нахожусь у Схиднати. Сейчас покажу. Тоже вон в город Рожке есть. Тут тоже дуже красиво, но я хочу поехать у Львов на один денёк. Так что это в принципе на один день. Через 15 минут автобус. Схиднати сейчас заберут вот такую сумочку. Ну, в общем, встретимся в автобусе. Мы уже во Львове. Тут просто красота. Я большой раз в жизни во Львове. Памятная песня. Это наша как бы эта группа. В общем, просто обалденно. Дома такие старые, какие-то старые. Не знаю. Классно дуже. В 1930-е годы. Буду, вернее, освятили храм на свято Андрія. Тому он получил название «Костел Святого Андрія» в Тернердинском монастыре. Сейчас это хребет католика Святого Андрія. Но интерьер костелу в середине. Все осталось в собственном костеле. Потрясняется вид православных правил. Продолжение следует... В общем, там было заборонено снимать. Так что я трошки шумок потнял. Это, в общем, стародавний храм. Глазад у меня он сейчас. Ну, он там, по-моему, шестнадцатого столетия, чи семнадцатого. Не помню. В общем, сейчас идем в найстарішую частину Львова. Видимо, я сейчас буду показывать, что с ним. Туалетная бумага. Класс. Класс. В общем, еще один храм восемнадцатого столетия. Кевшеночи американский фильм. В том, он в кулку. Звадьба. Так, вышли уже с храма. Сейчас идем по диме или яке-то мечтаваться здание. Короля Белочек. Вона должна была перейдеть на право. Загадайте бажанья. Якщо зараз не помните, чи не знаю, не помните. В общем, у вас будет добре. Чем по диме к земле, чтобы вы все еще прицелы. Бачите, что здесь? Ага. Ну, мы проходим маленькую частину. Благодарю, что у нас по диме к земле. Скажите, вы его не бачили. Правда? Мы трошки зараз змінили, бо як повітряна на тревогу, ну, мы можем хоть что-то сподобиться. По-перше, сподобно, вони так добре нам іду для укриття. Я не думаю, что мы можем помнить, что мы можем помнить, что мы можем помнить, что мы можем помнить. И еще мы, что мы можем помнить. И они нам не знаю, что мы можем помнить. Так что, Маша, как вы думаете? Ну, мы так все основное не раздавляемся, тільки частково, але мы находимся. Вот где граница, когда была, не набралась свобода, вона теж закрылась. Власне, это залишки палацу Лева Даниловича. Это сын Данила Галицкого. И в честь него было названо как раз місто Львов, потому что сын Лев. И замок, палац был длинный час. Так вот, это романский стиль, как он был, это камень, все полностью камень какой-то сбереженный. Это же раскопки проводились буквально недавно. Так, и мы проходим только частину, где, где сам монастырь, потому что храм доминиканский, мы не подошли, чтобы не поделиться. И вот доминиканцы, помните, я сказал, что в 13-м столетии тут мали деревьяный костел. Проводимаем, что в 13-м столетии. Два цеглини с напитами. Подожди, позаду вас, цегла с напитами, это клеймо виробників, тобто багато цегли с напитами. И вот эти заморожені цегли, это означает, что здесь еще есть эти переходы, так и земель, а просто они полностью тут не распространены. Здесь мы можем видеть, что мы можем видеть, что в 13-м столетии, сосна, дерево. Хотя, первый год у них был еще в 15-м столетии, и он был из опалено глини, а потом уже использовали, собственно, дерево. До сих пор не знают, где была вода, эти резервы с водой. Про это никто не рассказывал. Картиныки такие. Тут уж раз, вот, какой-то вход за мокругами. Капец. Еще тут есть такая скульптура жебрачки. Жебраки булын, ели будут, опять же, у Львовика, пусть, но. И признялось, что жебраки старых участников, так еще жебраки маленькие. Так же, дорогие. Такий баст, кем-бинь, кем-бинь. Бага, кем-бинь, кем-бинь. Что он думает, дайте, давай кайтерку. Стремая, конечно. Тут есть такая скульптура, красная стречка. А, ну, да видите, цей кисус, типа, стародалная у них. Капец, скільки год у цьому камеру. Пуше 100, наверное, точно. Монашка. Прикиньте, она сейчас оживая. Капец. Тут еще кисус. Выход. Ну, это уже, может, это цей пробует уже, уже обычно. А вот это, типа, вся камница делала еще несколько, сто год назад. Капец. Капец. Сейчас вам хочу еще показать. Это тут, на этом месте, было найдено, вот такие, всякие штуки. Разные. А вот это, тут, вы видите, типа, какие-то буквы. Это непонятные буквы, и там, получается, за этой стеной дальше еще какие-то проходы есть, но их нельзя пока что, наверное, раскапывать. А вот это, вы, наверное, как бачили, это деревяшка, но это вроде бы водогин, рассказываю. Это кто-то висит, непонятно, кто. Центр Львова. Заказав горячий шоколад. А мама сердечко такое. Капец. Оно, видите, хорошо, как вороты. Там он был кише, пицца не съедала. Это сейчас гарнизоны право-мисельного храма. После выхода 13-го года... В неделю это добрый год, потому что в неделю это пешок, и на зоне транспорта. Зайшли в музей, это дверяно-мисельный храм. Это королевский зал. Мама, мой Виталий. 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 Мама, моя виталий. Другой жертвец говорит, что в Америце она стоит, а потом ее посадят, потому что она здесь. Скульптура имеет название «Ощадность». В том, что будильная подавлялася для «Ощадно-касы» и вышла будильная на Американское хаторе Свободы. Входим опять в храм. Я надеюсь, там кто-то может внутри. Тут есть какие-то перестройки. Тут просто бомба. Я тут остаюсь, а мне приносят такие бумажки. Капец. Зашли в вот такие пряниковые магазины. Это такие всякие разные пряники. Тут даже есть оперный театр. Тут разные такие тоже пряники. Я собе взяла вот такие шоколады с предкладанием. Тут написано, что ты хочешь быть счастливым, ты хочешь, чтобы другие думали, что ты счастливый. Ну, короче, я думаю, там везде все такие однаконые. Зашли в такой магазин шоколада. Тут просто величезный выбор. Нет, только на лепускай. Но цены, конечно, вкусают. Прямо в капец. Мы зашли сюда, в кавярню, купить кави львовскую. Мы зашли поїсти. Я забыл, что камеру включить, как это выглядело. Но мы уже поїли. А, так, класс. Что, запишем? Так. Вот такой день в Львове получился. Потратили мы чимало. Ну, вообще, мы были на канале Симба Спорт. И всем пока. Спасибо.